Политический кризис в Словакии. Президент и премьер страны разразились взаимными обвинениями на фоне протестов из-за убийства журналиста-расследователя. Демонстрации не прекращаются уже неделю. В чем суть конфликта, расскажет Елена Абрамович. Ему было 27. Жил вместе со своей девушкой в поселке в 50 километрах от Братиславы. Их тела нашли дома в понедельник, 26 февраля. Парня убили выстрелом в грудь, девушку в голову. Убийство на почве профессиональной деятельности. Основная версия, заявили в полиции. Ян Куцяк расследовал растрату средств, выделенных из фонда ЕС. Подозрения падали на итальянских мафиози и премьера страны. Незадолго до убийства редактор предлагал журналисту охрану, но тот сказал, что не видит такой необходимости. Расследование опубликовали сразу после смерти автора. Ян Куцяк рассказал о деятельности людей, связанных с итальянской мафией и их бизнесом в Словакии. Речь идет о фондах ЕС, различных правительственных контрактах, мошенничестве с налогами, шантаже. В своем тексте он обращает внимание на то, что у этих людей были контакты с высшими политиками правящей партии. Новость об убийстве заставила выйти на улицы тысячи людей. Они потребовали отставок в правительстве. Они просто казнили двоих молодых людей, которые хотели лучшего будущего в этой стране и могли бы добиться изменений. Я планирую жить в этой стране и мне не все равно, где будут расти мои дети. Наша власть удивляется, куда уезжает молодежь и в то же время делает все, чтобы люди уехали. Премьер не ушел. Публично пообещал миллион евро вознаграждения тому, кто предоставит информацию об убийстве. В отставку подали несколько человек из его окружения. Министр культуры, секретарь Совбеза и помощница премьера. Но этого оказалось недостаточно, чтобы люди ушли с улиц. Неделю спустя президент страны заговорил о перевыборах. Я вижу два выхода. Масштабная реконструкция правительства или досрочные выборы, которые во многих демократических странах являются наиболее естественным решением. Я готов возглавить страну в этой сложной ситуации. Премьер Роберт Фитца в ответ начал обвинять президента в политических играх и связях с американским миллиардером Джорджем Соросом. Ситуация накалилась еще больше. Тем временем в Брюсселе решили проверить, действительно ли деньги, которые выделяются Словакии из фонда Евросоюза, шли не по назначению. Финансовым аудитом должна заняться Еврокомиссия. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское берет телеканала Интер. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности.